А нас с тобой ждет путешествие по прекрасным рекам Западной Сибири, проживание в условиях дикой природы, свежая рыба, а также олениво. Спектакль рассказывает историю жизни и подвига геолога Фармана Салманова. Невзирая на запреты руководства, он на свой страх и риск переправляет нефтеразведку из Кемерово в Сургут, чтобы доказать, что нефть в Западной Сибири есть. Я пробуду там все, но обещаю, что найду самые большие месторождения или уволюсь. Инициаторы проекта – Тюменская общественная организация Объединения народов Азербайджана. Спектакль иммерсивный, что позволяет зрителю ощутить себя частью постановки. Большинство актеров – любители. Некоторые ребята имеют опыт на самом деле, и есть даже среди тех, кто на сцене, и те, кто получил театральное образование. Но большинство, конечно, да, это любители, с которыми было очень легко работать. Два месяца шла работа над спектаклем, и за два месяца, как мне кажется, мне удалось добиться от них правды. Главную роль спектакля сыграл студент нефтегазового университета Эльнур Гизалов. По словам самого актера, он схож со своим героем не только внешне, но и чертами характера. Конечно, это безумно опыт для меня сыграть главную роль, тем более в таком замечательном проекте. Да и еще и про такого легендарного человека. Табаляки по достоинству оценили премьеру. Похоже, правда, Фармана Курбановича. Впечатления, конечно, положительные. Как говорится, страна должна знать своих героев. То есть один человек может повлиять на целое общество. Впечатление отличное. Очень понравилось мне, особенно Фармана Салманова, его роль вообще. Во-первых, он очень похож, очень такой же, как Фармана Салманова. Он такой был, всплывчивый такой был. Точно такой же. Об этом человеке я уже достаточно много знаю про Фармана Салманова. Сегодня все прошло отлично. Я считаю, даже успешно. Мне все понравилось. Спектакль о героях социалистического труда покажут не только в Тобольске. У организаторов есть идеи на создание и других подобных проектов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Это территория, где он работал. И мы хотим на этих территориях показать спектакль. То есть, потому что книги, фильмы, это все хорошо. Но именно вот этот новый формат спектакля, новый формат спектакля, это, я считаю, хороший вариант, отнести информацию. Не только можно про Фармана Салманова, много сейчас даже про добровольцев, про Донбассе. Следующий показ спектакля состоится 2 декабря в Тюмени. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.